Ну пока вы рассаживаетесь, сейчас сзади крутится первый раз, честно говоря, вижу на таком большом экране. Очень прикольный экран, большой с конференцией, поэтому я думаю, сегодня слайды и мой такой майндмэп, который подготовил, системный майндмэп, который буду рассказывать, будет вам тоже виден. То, что вы сейчас видите, это одна из последних квартир самых таких необычных, очень спорных, очень интересных проектов, я ее всегда люблю показывать, потому что она очень вызывает бурные эмоции. Кому-то очень сильно нравится, кому-то очень сильно не нравится, говорят, что ужас-ужас непонятно какой. Но смысл в том, что… Кому нравится, поднимите, пожалуйста, руку. Есть? Кому не нравится, поднимите руку. Вот, половина-половина, отлично, супер, молодцы. Значит, первое, с чего хочется начать, собственно, как раз про эту квартиру и вообще про идею, про работу дизайнера, немножко философствую тоже перед стартом. Дизайнер не имеет права оценивать, как нравится или не нравится там лично для себя. Надо понимать, что всегда решение задачи – это и есть дизайн. То есть в данном случае вы же не знаете, какая была задача, ну или знаете. То есть неправильно оценивать, хорошо или плохо. Можно оценивать только в совокупности, решена задача или не решена. А если решена, то как она решена? Соответственно, нужно знать технические задания, да? Нужно знать технические условия, нужно знать личность клиента, нужно знать пожелания, нужно знать вообще для чего, что и как было сделано. И только исходя из этого настоящий дизайнер имеет право и возможность оценивать работу. То же самое, когда мы видим, ну, где-нибудь в интернете, то, что какие-то проекты или в журналах, которые тоже нам нравятся или нравятся, нам хочется покомментировать, покритиковать. Это тоже все здорово, но мы можем критиковать только явные ошибки. Это очень важная часть. То есть, ну, что сделано действительно, ну, неправильно, некачественно или то, что не будет работать. Но, не зная задачи, мы, соответственно, не можем критиковать или не должны критиковать людей, ну, как они, почему они приняли то или иное решение. И для меня, как для дизайнера, вообще, как человек интересующийся, всегда очень, я очень люблю изучать, да, особенно те вещи, которые мне вот лично, как человеку, не нравятся. Я пытаюсь понять, что же хотел сказать автор. Особенно, когда я не вижу каких-то ошибок явных, да, архитектурных или совсем глупых детских ошибок дизайнерских на объекте, да. Но почему-то дизайн меня отталкивает. Я пытаюсь понять, я пытаюсь представить, что было, какое у него было задание, какое было техническое задание, какой был клиент. Это очень интересный и увлекательный процесс. Когда себя ловишь, ну, я себя ловлю за этим процессом, я, собственно, и понимаю, что когда выискиваю какие-то интересные вещи, я обогащаюсь, я учусь. То есть, поэтому, собственно, взгляд обывателя, нравится, не нравится, взгляд дизайнера, это всегда анализ. Вот первая такая, наверное, мысль. Ну, давайте перейдем к сегодняшней теме. Включим, попрошу включить уже, а, здесь будет видно, наверное, да. Включите, пожалуйста, 0.1. Расскажу буквально 5 минут о себе. У нас сегодня 2 часа с вами, может быть, чуть поменьше. Будем работать сначала одну тему, минут 30-40. Обязательно задавайте вопросы, попросил вас сесть поближе. У нас будет микрофон. Копите вопросы, я хочу немножко в интерактиве поработать. Опять же, если вам это надо, да, если не надо, я отчитаю и, собственно, уйду. Вторая тема, перерыва не будет, но будет следующая тема, она будет касаться именно взаимоотношений с клиентом. То есть, первая тема иностранной рынки, вторая взаимоотношений с клиентом. Немножечко о себе. Моя цель вообще, для чего я этим делаю, я дизайнер вообще. Я создаю проекты достаточно сложные, вот подобные. Наша студия, я работаю не один, я работаю в команде. И вот вам еще одна мысль, в одиночку реализовать такой объект практически невозможно. Не скажу, что 100% невозможно, но 99% не получится в разумные сроки. Этот проект делался полтора года, реализация шла и полгода проектирования. Почему? Потому что очень сложный, очень нашпигованный разными элементами, разными деталями проект, инновация, да, то, о чем мы говорим. Это те вещи, которые мы как дизайнеры должны знать, должны впитывать, смотреть, использовать. В данном случае, опять же, возвращаясь к предыдущему проекту, было использовано большое количество светодиодов, большое количество разных хитрых сочленений. Здесь нет ни одного живого места, ну, живого в плане стандартного понимания. Тут нет обоев, тут нет прямых углов, тут очень-очень сложное пространство. И сделать это необходимо было еще и руками рабочих, которые никогда не сталкивались с тем, что я показываю. Вот за внешним видом, за тем, что кому-то не понравилось, глядите немножечко вглубь, глядите в то, какие технологии, какие элементы и какая система, самое главное, используются для того, чтобы соединить это все в одно целое. И здесь, когда я говорю студию, когда я говорю система, я имею в виду именно системная работа очень крутых профессионалов. Каждый профессионал в своем деле. Мы, надеюсь, успеем сегодня об этом поговорить, но мы точно об этом поговорим, потому что я разрабатываю сейчас стандарт профессии дизайнера интерьера для Министерства труда. То, что у нас пока, к сожалению, в нашем государстве не существует, но очень скоро будет существовать. Есть разделение, оно должно быть. Дизайнер в нашем понимании и шнец, и жнец, и в дуде игрец, и в понимании клиентов, который должен и придумать, и нарисовать, и за строителями посмотреть, и полазить с рулеткой, и технологии все знать, и все-все-все он должен. Но что это за дизайнер, особенно если молодая 20-25-летняя девушка, которая просто из-за своего возраста не имеет возможности знать вообще все, что нужно. Да и невозможно знать одному человеку, вот опять же даже с 20-летним опытом любой профессионал, он может себя реализовать только в команде. Поэтому командная работа и разделение именно дизайнера на составляющие, на функции, это то, что явилось и является в данный момент ключевой вещью развития, ну вообще в целом индустрии дизайна в стране, и можно сказать у нас, у каждого из вас должно быть как минимум в голове, как максимум, наверное, в студии, в команде. У нас такое разделение есть, у нас есть разные люди, разные специалисты, есть понятие дизайнер, есть ведущий дизайнер, есть комплектатор, арт-директор, менеджер, который всем этим управляет. Только в совокупности эти люди могут создать нечто грандиозное, очень интересное. А моя цель, собственно, систематизировать знания о дизайне, мне это очень нравится, так получилось, что кроме технического склада ума и творчества у меня заложена еще вот некая систематизация. У меня есть талант, не скажу, что там сильный большой талант в дизайне, здесь я, наверное, очень трезво себя оцениваю, я как бы нормальный дизайнер, я могу услышать клиента, я могу сделать неплохую работу, но я не говорю, что там мое имя где-то будет засвечено в творческом плане. Но у меня есть другой талант, это талант систематизации. Я, как никто другой, вижу причинно-следственные связи и могу их показать, объединить, рассказать. А самое главное, не просто поумничай, а донести некую пользу. То есть каждый из вас здесь сегодня не случайно, каждый из вас сегодня возьмет частичку того, что я пытаюсь донести, и возможно, может быть не сейчас, может быть позже, но применит в своем развитии те вещи, о которых я буду говорить. Потому что если их не применять, то будешь работать вечно в хаосе. Если применять, то это развитие. Я, наверное, первые 5-7 лет своей творческой работы и практики вообще провел в таком вот хаосе, в котором, может быть, и многие из вас сейчас находятся. У меня не было выходных, у меня не было сна, у меня не было выезда за рубеж и вообще не было отдыха никуда. Я даже в Сочи не ездил ни разу, просто не мог. Но у меня было много проектов, у меня было много клиентов, у меня было желание работать. Но в какой-то момент я понял, что так вечно продолжаться не может, нужно что-то менять. Потому что, опять же, 20-25 – это хорошо, но чем дальше, мы-то растем, стареем так или иначе. И важно это осознавать. И лучше это осознать в раннем возрасте. Единственная возможность что-то сделать со своей жизнью, со своей практикой, со своей творчеством – это начать делегировать. То есть делегирование – это одна из основных вещей и очень сложная при этом. Потому что некоторые думают, что дизайнер и архитектор должен сделать все от начала до конца. Я знаю даже таких специалистов, которые проектируют здание и последнюю булавочку в нем, в интерьере. Это замечательно, это все здорово, классно. Но, к сожалению, на долгосрочном плане такие люди будут вымирать. Потому что у них не будет заказов. Ну, чаще всего у них заказывает один и тот же клиент, пока не перестает это делать. У них не будет какого-то развития. Мы не можем себе позволить, если нам дорога наша судьба, наша жизнь, двигаться именно в этом направлении. Единственное, что отличает торговца на улице и миллиардеры, это то, как они распоряжаются своим временем. Потому что времени у каждого одинаково – 24 часа. Понятно, что бизнесмен и руководитель, он это время распределяет эффективно. И, собственно, нам, как дизайнерам, как людям творчества, необходимо, абсолютно необходимо учиться еще и самоорганизованности. Если, опять же, мы хотим развития, если мы хотим витать в облаках, то и так отлично. И моя цель – это систематизация, потому что у меня получается. Я хочу помочь дизайнерам, клиентам работать по правильному алгоритму, ну, либо подстроить этот алгоритм, эту систему под себя. Потому что у каждого из нас, я не буду навязывать, у каждого из нас свой путь. И этот путь может быть разный, но важно, чтобы он был системным. Вот это моя основная мысль. Для того, чтобы получить опыт, да, кажется, откуда я все знаю, что сейчас рассказываю, в книжках, может быть, начитался. Нет, мы работаем с клиентами, мы делаем проекты. Мы сделали около 350 проектов всего за более чем 10 лет работы, 12 лет мы работаем. Из них дизайн проектов около 80, да, все остальное – это концепции, что тоже, кстати, считают, сегодня я буду показывать, концепция с данной как 3D-визуализация плюс планировка, да, и по ним люди сами работали, в том числе и за рубежом. Но у наших вот полностью проектов их около 80 с общением с клиентом. И накопленный опыт в общении с клиентами, в общении с подрядчиками, вообще в работе в целом, мы стараемся систематизировать и передавать. Ну и также вот третий пункт – это получилось так, что в прошлом году я узнал, что есть такой запрос у Министерства труда – это создание стандартов профессии. Для чего это делается вообще? Для того, чтобы те люди, которые выпускаются с вузов на данный момент, они непригодны для работы на практике, не получается. У меня компания, мы постоянно набираем людей. Кстати, если среди вас есть талантливые дизайнеры, менеджеры, которые хотят развиваться и дружат с головой, мы приглашаем вас прислать нам по себе информацию и обязательно постараемся вас взять. Мы работаем удаленно исключительно. У нас было три офиса, но потом мы перевели именно в системную удаленную работу. Это эффективнее и выгоднее. Так вот, возвращаясь к выпуску специалистов. Мне приходится переучивать. То есть для того, чтобы мне взять нормального дизайнера, я беру талантливого человека, где-то месяц его учу. Визуализация. Как делать быстро и эффективно. Даже если картинки получаются очень качественно, мне нужно, чтобы это было эффективно. Планировка. Если даже человек умеет делать хорошие планировки, у него с головой все в порядке, но их надо оформлять так, чтобы следующему человеку было тоже понятно, что он написал, чтобы были единые стандарты. Рабочая документация. Вернее, не документация, а именно проекту. Будь внимательным. Документация – это не очень правильная формулировка. Она может отослать нас к архитектурной документации. Если будут судебные какие-то процессы, будет экспертиза, возможно, будут трактовать о документации архитектурной в суде. Что не очень выгодно. Поэтому называйте, рекомендую, сразу совет практически, в договоре называйте рабочий проект. Рабочий проект может быть художественным рабочим проектом и может не соответствовать ГОСТам, но должен, естественно, соответствовать СНИПам и всем нормам. Это, конечно, да. В общем, много таких мелочей, которые всплывают и которые есть, о которых тоже очень важно говорить. Смысл в том, что каждый специалист должен заниматься своим делом и делать его профессионально. И об этом мы сегодня поговорим. Немножечко проектов. Я покажу, что мы делаем, помимо вот этого хитрого, сумасшедшего проекта. Вот, кстати, это визуализация. Обратите внимание. Сегодня тоже звучала мысль. Первый спикер Сергей говорил, что визуализация не всегда отображает, не полностью. Но смысл в том, что она не должна полностью отображать. Пусть она будет разная, но плохой план лучше его отсутствия. Нужно понимать, что ты примерно делаешь. Обратите внимание. Собственно, то, что получилось, и вот уже на строительстве. Ну, примерно похоже, примерно с того же ракурса. Сюда там немножко аквариум не тот. Обратите внимание на аквариум. Так как мы не технологи, вот это хороший пример. Мы не знаем, какой можно аквариум сделать. Ну, то есть, можем знать, но у нас нет времени просто на то, чтобы разобраться. Мы не знаем, какой он должен быть высоты. И когда мы проектировали данный интерьер, мы не знали, что аквариум не может быть более метра, иначе его очень сложно обслуживать. Ну, просто физически. Хотя мы видели там в каких-то общественных местах аквариумы высокие. Но оказывается, что не может быть, и он еще гнутый. Поэтому вот то, что вы видите на картинке внизу, почти до пола, и то, что в реальности получилось, не до пола. В принципе, концепцию это не мешает и не рушит. Но, опять же, мы сумели согласовать с клиентом эту картинку. Мы сумели доказать клиенту, что именно это наш проект, и ему он понравится, он согласился, и мы стали потом воплощать. Не было бы визуализации, как я на пальцах буду объяснять, как эти волны пойдут. Это очень странно. Ну, это некоторые фотографии. Здесь очень хитрое освещение. Да, чтобы было понятно, так как я уже уточнил по ТЗ, это, в принципе, как квартира-ночной клуб, не для жизни, естественно. У этого клиента все хорошо, у него и дом есть в классическом стиле большой, и квартиры другие. Здесь он именно хотел кайфануть, он хотел сюда с друзьями прийти, просто после трудового дня попеть в караоке, с девчонками пообщаться, собственно, провести приятное время, как мы все любим. И сделать это в домашней обстановке, а не в каком-то клубе. Для этого здесь все вещи, которые здесь сделаны, они, собственно, на это указывают. Казалось бы, как в темнице, почти окон нет. На самом деле окна есть, конечно, ну и даже кухня есть, да, вот окна за шторами. Но сделано все таким образом, чтобы можно было, да, как в казино, закрыть абсолютно все, и ты не понимаешь, где ты находишься. При этом светодиодная подсветка, я когда здесь находился, и Оникс, да, вот этот, по фоткам это не очень видишь, но когда находишься именно там внутри, создается ощущение, что ты находишься в каком-то орбитальном таком корабле, да, вот как летишь куда-нибудь в галактике. Собственно, это была основная мысль. Мы соединили такой футуристический дизайн, такой биодизайн, и как будто подводное морское царство. Не знаю, вот фантазия была на эту тему. Вот при этом дневное освещение тоже, в принципе, весьма неплохое и симпатичное. Да. Что? Из чего? Да, самый частый вопрос. Кстати, кому интересно, как это сделано, есть 20-минутное видео на ютубе, можете посмотреть, я там хожу и рассказываю по квартире. Значит, потолок сделан из каркаса металлического. Опять же, очень хороший вопрос, потому что мы не знали, как мы будем делать. Мы нарисовали, но технологии есть разные. Технологию мы взяли, не технологию, а идею этого каркаса мы взяли и показали клиенту у замечательного архитектора московского, это Сергей Эстерин, один из моих первых самых заказчиков, я для него рисовал очень много визуализаций, когда начинал. И у него есть подобные объекты, но сделано немножко по другой технологии. Здесь можно было разные технологии использовать, но мы использовали, в итоге победила одна. Победила та, что мы делаем каркас металлический, сетку. На сетку делаем маленькую сеточку и гипсовую смесь. Выравниваем и потом специальным составом, в общем, оно как камень, как скорлупа такая получается, обязательно предусмотреть там элемент для светодиодов. Здесь 10 километров светодиодов, да, и, соответственно, мы можем по РГБ любой цвет включать в любой комнате, очень интересно. Ну, хотя, конечно, жить в этом, конечно, невозможно, но вот как для тусовки, очень прикольно. Но также мы делаем достаточно стандартные проекты. Вот такой деревянный дом специально показал на контрасте, да. Мне кажется, совершенно обычный проект, который, в принципе, любой из вас тоже может делать. Вот такие проекты мы тоже приглашаем дизайнеров. Пожалуйста, приходите, удаленно делаем визуализацию, подбор мебели, материалов с удовольствием. Но это еще не все. Кстати, о пользе визуализации вот на этом слайде я расскажу. Вот тот проект, который мы сделали, мы его нарисовали. И вообще, я как в профессию попал, достаточно случайно. Так получилось, что я работал с хорошими архитекторами и рисовал очень качественные визуализации. То есть, ну, я умел делать картинки. Клиенты не понимали, что это картинки. И заказывали, говорили, можешь сделать. Я говорю, нет, я не дизайнер, я только рисую, вы не понимаете. Визуализация – это не дизайн, говорил я клиентам. Они меня не слушали. Говорят, да все нормально, я же вижу, что у тебя получается. Нарисуем. Получится. Я говорю, ну, хорошо, как бы я предупредил. Ну, и первый клиент попался такой, который был сам, в принципе, технолог. Он сделал там тоже ночные клубы разные, делал. Много чего открывал, рестораны. И я ему делал салон красоты и квартиру потом. И он говорит, давай, ты рисуй, мы вместе с тобой посидим. Если надо, на компьютере, например, в 3D Max подвигаем, построим. А я потом сделаю, и ты присутствуешь, заодно научишься. Я говорю, отлично. Собственно, так вот мы нарисовали визуализацию и по визуализации стали делать. Поэтому это отличный способ. Ну, я использую визуализацию и построение в 3D вместо рисования рукой. Я рукой рисовать не умею. Я не художник. Я понимаю, как строятся вот эти все схемы, пропорции, точки схода. Это я все знаю. У нас в школе есть специальный курс даже по рисунку. Мне просто это неинтересно. Я использую 3D-модель. Но, опять же, это мое. То есть люди здесь делятся. Кому рукой интересно рисовать, кто-то в голове мыслит, кто-то в 3D. Я из мыслящих в 3D. И, собственно, вот эти картиночки, которые я рисовал, я использовал их для продвижения. Это одна из основных вещей тоже, которые я всем рекомендую, дизайнерам. Мало сделать хорошую работу. Мало ждать, когда клиент ее воплотит, а потом вы придете, и вдруг вам посчастливится сфоткаться, если он не испортит ее какими-то там аксессуарами или непонятно чем. Хорошая съемка, кстати, денег очень немало стоит. То есть хорошая съемка, нормальная, от 100 тысяч рублей стоит. Ну, в Москве, например. Потому что тебе нужно нанять декоратора, тебе надо нанять фотографа, тебе надо договориться с клиентом, чтобы он уехал оттуда. Тебе надо привезти туда тучу всяких аксессуаров, все это расставить. То есть это целый процесс на день, а то и на два дня. И всегда удается это сделать, к сожалению. Но продаваться-то как-то надо. И 3D-визуализация – это отличный способ для начала работы. Опять же, я не знаю, хорошо это или плохо. Наверное, плохо, что клиенты не видят и не чуют разницы. Ну, такова жизнь, такова судьба, ничего с этим не поделаешь. Все мои проекты я получал и получаю до сих пор только по 3D-визуализации. Всем наполевать, что мы сделали на самом деле. Все смотрят, какие у нас идеи. За этим и приходят. Поэтому порисовать 3D-шки очень важно, если сами не умеете. Но научитесь, если вы дизайнеры. Если не хотите учиться, можно всегда делегировать. Сейчас, в том числе в нашей студии, мы передаем проекты. У нас дизайнеры не запрещено делать визуализацию. Они придумают идею. Они занимаются тем, чем они должны заниматься. Визуализацию делают нанятые специалисты. Это очень важно. И вот все картинки, которые я сейчас показывал и которые я буду показывать, делают ребята, которые, кстати, у нас же тоже учились, которых я учил и которые выпускались в нашей школе. Поэтому передача знаний. Мне понравилась сегодня очень мысль, что отдавая знания, ты приобретаешь знания. Это прям, вот я себе даже законспектировал, записал. Это очень крутая штука. И это действительно так. Так вот, вот этот проект пришел по визуализации вот той квартиры. То есть он говорит, я вижу, что там что-то наворочено, но я так не хочу. Мне, пожалуйста, вот тоже наворочено, но для жизни. Мне нужен сложный технический проект. Хитрый, да? В данном случае высота потолков позволяла. И вот удалось центральную конструкцию сделать. Да. Если можно, кто-то с микрофоном. Подайте, пожалуйста. Да, если вопрос, поднимайте руку, вам вот девушка передаст тогда. Можете узнать, как вы до 3D-визуализации вот это все согласовываете? Никак. Я делаю планировку и потом делаю 3D-визуализацию сразу. А если не понравится, снова переделываете? Ну, такого не бывает. Я сегодня расскажу, как согласовывать сразу. Спасибо. Секрет в техническом задании. Техническое задание, это не тема сегодняшнего лекции, но посмотрите на YouTube. Если кому-то будет интересно, вот записывайте вопросы. У меня более, наверное, 100 выступлений, мастер-классов разных. Да, они, также я ими делюсь с удовольствием. Поэтому записывайте вопросы, которые у вас возникли, потом мне напишите. Я вам пришлю ссылочки, что посмотреть. В данном ваш вопрос, это качественно-техническое задание. Как его делать, я покажу. Так, ну, собственно, вот квартира. Комментировать не буду сильно. Простая, простой объект, простая квартира. Вот тоже симпатичный достаточно дом. Классики. Такой современный, или эко, можно так сказать. С какими-то элементами даже яхтиного стиля, да, вот эти вот штуки. Такой эко-дом. Тоже дорогой достаточно проект. Его доделали, но, к сожалению, я его сфоткать не могу. Сейчас уламываю заказчика. Поеду в гости, буду говорить, что давайте все-таки сфоткаем. В общем, все получилось. Этот дом большой, сделано все в визуализации полтора года назад. Делали, сейчас он его реализовал, там уже живет. Такой эко-стиль. Он хотел, чем брутальнее, тем лучше. Вплоть до того, что, говорит, мне, пожалуйста, вместо кровати сено постелите в сауне. То есть там еще один домик, есть сауна. Хочу вот сток сена, чтобы вот, как у настоящих мужиков. Хорошо, но, к сожалению, не получилось, потому что выяснилось, что там жучки живут. В общем, не работает эта тема. Сделали простую кровать. Но очень дорогой тоже проект. Я почему их показываю? Он очень технически тоже сложный. То есть, несмотря на то, что материалы достаточно простые. Мы, кстати, работаем только с... Стараемся работать, стараемся убеждать клиента, потому что нужно использовать только натуральные материалы. Натуральные материалы, они не дороже аналогов синтетических. Чаще всего по той же или чуть-чуть по большей стоимости. Но всегда можно найти камень настоящий. Будь то даже травертин или гранит. Всегда можно найти его по цене плитки керамической, итальянской. Ну, если не опускаться, конечно, до китайского керамогранита, который во всех торговых комплексах. Всегда можно найти аналог. Всегда можно найти аналог массивной доски. Сделать из массива в пределах 3000 рублей. Очень качественный дубовый пол в Москве. Мы делали, это все получается. В общем, это тоже работа дизайнера. Искать те точки, где дизайнер может сделать лучше за деньги клиента. И рассказывать клиенту, что должно быть лучше. Собственно, мы стараемся никогда не позволять клиенту проектировать за себя. Давайте, раз уж речь зашла, это тоже очень большой грех. Дизайнер должен проектировать. Это мое глубокое убеждение. Поэтому никогда нельзя у клиента, когда клиент говорит, что-то поменяйте, никогда нельзя идти и менять. Надо спрашивать и докапываться до конкретной причины, почему он хочет это сделать. Выяснив причину, можно, возможно, даже предложить другое решение, как то, что он хочет сделать более изящным, более интересным способом. Это тоже очень важная часть. Если ты подстраиваешься под клиента, то тут же он это видит, ты теряешь авторитет, и ему уже очень сложно, тебе уже очень сложно убедить его, что ты говоришь правильно в следующих итерациях. Очень часто клиенты, особенно вип-клиенты, премиальный сегмент, устраивают проверки. То есть они хотят, они специально спрашивают то, что ты должен ответить, не то. Будьте тоже внимательны. То есть они будут спрашиваться и говорить, я вот так хочу, смотреть реакцию. Нужно быть непокребелепимым, нужно говорить, окей, мы сделаем, как вы хотите, но это будет фигня. Прямо так сказать, это будет некрасиво, так не делается, и вообще я сниму с себя авторство по проекту. Чаще всего успокаиваются. Так клиенты, конечно, совершенно разные. Мы очень любим частные проекты, и ту систему, которую я сегодня рассказываю, которую я строю, она в основном работает от участников, конечно. Мы, я точно знаю, что неправильно соединять общественные и частные интерьеры в одной компании. Это абсолютно точно. И любая успешная компания, руководитель компании вам об этом скажет. Исключения будут, кстати, за что это уже вузы, чаще всего разные курсы, которые будут говорить, мы и то, и то вас научим. Это фигня. Не получится, и то, и то. Абсолютно разный портрет клиентов, абсолютно разные технологии, задачи, ведение, тайминг, все разное, психология, вообще все разное. Я тоже могу смело об этом говорить, потому что мы делали проекты большие для Сбербанка, Аэрофлота, для всех практически крупных компаний на московском регионе, девелоперских. Вот одна из последних наших работ, это Москва-Сити, терминал соединения станции и комплекса вот этих башен. По дизайну тут, в принципе, ничего особенного, да, и то, что вы видите, это еще, наверное, даже, это даже красиво еще, можно сказать. То есть в итоге все очень сильно упростили, потому что, как всегда, деньги кончились, решения упрощенные получились. Но в целом, когда мы делаем интерьеры коммерческие, да, особенно каких-нибудь застройщиков, получается так, что там больше организационной работы, чем самого дизайна. И эта организационная работа именно позволяет сделать рывок над собой, да, то есть получить более интересные, более какие-то интересные, получить не то, что связи, а выводы сделать, да, из своей работы, из своей организации. К примеру, вот как бы все не ругали, какие-то крупные компании, госкорпорации, но у них очень четко развит процесс совещаний, да, и мы оттуда это вытащили. И применили процесс совещаний на маленькую компанию. Это очень чертовски полезная вещь, когда ты раз в неделю решаешь все вопросы, а они каждые пять минут тебя отвлекают, твой же коллега от важных дел. И мы вывели именно эти вещи и как-то их аккумулировали, и увидели результат. Результат мне очень нравится. Сейчас у меня студия работает удаленно, каждый из сотрудников замотивировал, мне не нужно никого мотивировать, то есть мы берем на работу только мотивированных людей, поэтому мотивация это вообще не про нас. Каждый получает понятную зарплату, и ему понятно, сколько он должен сделать, чтобы заработать фикс, и что ему нужно сделать, чтобы получить проценты. То есть получается, не я плачу людям зарплату, а они сами себе зарабатывают. То есть такая система созданная и поддерживаемая сама собой, она очень интересная и прикольная. И это получается сделать, если получается внедрить систему. Вот 10 у нас концепций, то, что я должен вам сказать, перед тем, как мы перейдем к следующим темам. То, что у нас работает, то, что мы видим самым главным в нашей работе. Первый – это дизайн и технология. Мы забываем про творчество, решаем задачу. Мы решаем задачу, и по решению этой задачи используем с тобой творческий потенциал по максимуму, но никак не вперед, дай-ка я сейчас здесь запулю чего-нибудь. И это системная работа. Абсолютно точно последовательность должна быть. Не отсутствие последовательности порождает хаос. И хаос ведет… Конечно, может повезти и получится хорошо, но на продолжительной дистанции – это как игра в рулетку или в казино. То есть, да, ты можешь сорвать куш, можешь выиграть, но в целом в течение жизни тебе кажется, что ты везунчик такой у тебя получается. До первого вредного клиента. До того момента, пока нас не кинут на деньги, или мы не останемся должны нашим сотрудникам или людям, пока нам не придется продавать квартиру, машину, и как-то за это все расплачиваться. Поэтому не надо… Даже если все везет, не надо думать, что ты везунчик. У меня были замечательные первые два клиента, с которыми я работал. Первый я сказал, что он меня научил, собственно, как делать. Второй по рекомендации пришел. Мы покупали у него светильники, и он говорит, ой, а вы дизайн делаете, давайте-ка тоже делать дизайн. В общем, первые пары клиентов были замечательные. Я подумал, ну как классно быть дизайнером, какая профессия замечательная. А потом пришел вредный клиент. Я ему благодарен на самом деле больше всех. Я очень люблю вредных клиентов, потому что они показывают наше ничтожество. и мое ничтожество, а я думал, что я большой молодец. Я прям был молодой дизайнер, такой вот весь из себя. А в итоге он меня запорол там такими вопросами, в итоге чуть ли не я ему не должен остался. И по факту он не какой-то кидал, он мне разложил все по полочкам, всю логику происходящего. И я согласился, что да, я здесь не доработал. Я сказал ему спасибо, не взял остаток, отдал ему всю документацию и пошел учиться. Потом у меня еще один был такой клиент, который тоже протестировал мою систему уже на прочность. И ему я тоже очень сильно благодарен, теперь система работает. Так, что мы делаем? Разные стили сложной проекты. У нас удаленная работа. Четвертый пункт очень важный. Я хочу, чтобы вы внимательно тоже его как-то поняли для себя. Когда мы работаем, у нас всегда есть разные задачи. Наша задача перед собой, перед самим собой в первую очередь. Что нам важно? Деньги, отношения или репутация? Потому что от этого у нас будет строиться и взаимоотношения вообще с самим собой, с нашими коллегами, с клиентами, с проектами. Исходя из этих трех элементов, мы имеем возможность построить договор и вообще имеем возможность выстроить ту систему, которая позволит нам работать. Если нам важны деньги, то мы будем делать все, будем делать даже где-то халтурку, чтобы просто быстрее денег заработать. Если нам нужны отношения с клиентом, нам, допустим, хочется сфотографировать проект в конце, то мы пойдем даже в ущерб своим деньгам или в ущерб своим принципам. Нам захочется довести до конца и не поссориться. И если нам важна наша репутация, когда мы знаем, как надо, и когда мы хотим делать то, что мы хотим, это нам считается важным. Важнее, чем деньги, важнее, чем отношения. Доктор должен делать свое дело хорошо и должен делать его правильно. Вне зависимости, платят ему от этого, не платят. Вне зависимости, будет кричать клиент или не будет. То есть это именно отношение к себе. Вот исходя из этих элементов, студии и работы у каждого из вас будут разные. Я шел, собственно, по пути. Сначала деньги, когда я вообще не понимал, что я творю. Потом отношения мне хотелось сфоткать и всем понравится. Сейчас репутация. Мне абсолютно все равно, что обо мне подумают. Мне не важно, сколько мне заплатят. Я готов сам доплачивать. Финансовый вопрос решен. Я готов сам доплачивать за проекты, чтобы они получились качественно. Я так делаю. Когда у клиента нет денег, я вижу, я сам финансирую визуализацию качественных продуктов. Потому что мне важно, что я делаю это не просто так, я делаю это для чего-то. Это моя репутация. Мне сейчас это важно. Но до этого стоило дойти через 10 лет практики. Но я не говорю, что предыдущие вещи тоже нехорошие. Они хорошие, но они на своем пути развития. Поэтому отфильтруйте, пожалуйста, и все решения принимайте. Уже просто успокоиться. Можно, если деньги важны. Не паришься на качество, идешь и работаешь. Отношения, значит, подстраиваешься как тряпка с клиентом. Дальше роли и функции. Я уже сказал об этом. Менеджмент, отчетность тоже очень важная вещь. То, что многие упускают, к сожалению, тоже не тема сегодняшнего разговора. Где-то летом я буду эти лекции читать про управление в дизайне. Очень полезная вещь. Следите, пожалуйста, за обновлениями. Вам тоже будет полезно и интересно. В нашей студии мы делаем шаблоны, учебники. И обучаем людей на практике. То есть мы сначала учим, а потом они выходят с нами и работают. Тоже считаю важным. Потому что сложно с рынка взять, опять же, человека. Ставка на визуализацию сказал. Почему? Потому что рекламировать себя очень важно. И нужно это делать. Хорош не тот дизайнер, который хорош. Хорош тот дизайнер, о котором знают, что он хорош. Или думают, что он хорош. Наверное, это самое даже важное. Другие люди думают, что он молодец. Потому что чаще всего люди не профессионалы, они не могут отличить хорошее от плохое. Они могут только распространять свои мысли. Именно за этим распространением мыслей стоит очень великая сила продвижения. Деление услуг на части. Когда мы говорим дизайн-проект, у нас обязательно есть дизайн-проект, который заканчивается созданием этого дизайн-проекта. Обязательно есть авторский надзор, в который входит определенное количество услуг. Обязательно есть комплектация и есть управление строительством. Вот четыре типа договоров, с которыми мы работаем с клиентом. Не все в одном, ни в коем случае, или не в двух. Разделение элементов очень важно, потому что за каждый элемент можно брать деньги. И за каждый элемент можно отвечать. И за каждый элемент можно понять, что входит, а что не входит туда. Ну, открытая идея. Для этого, собственно, я здесь тоже рассказывать, носить, общаться. Я всегда открыт к общению. И конференции, таких как эта. И каждый апрель мы делаем большую дизайн-конференцию в Москве. Уже седьмой год ровно для этого. Так, ну вот, если кому-то интересно по тому, что дополнительно, Инстаграм вторая, вот Станислав Орехов. Первый сайт. Телефон. На телефон можете смс-кой отправить в вашу почту. Я пришлю вам стандарт профессии, о котором я сегодня говорил и буду говорить. И дополнительные, вот кому-то, если нужны мастер-классы, прям пишите в смс-ке, Какие мастер-классы вам нужны с почты. Я туда вам отправлю. Ага. Давайте следующий включим, пожалуйста. Следующая презентация. Если есть какие-то вопросы, можно пока задать. Кто там есть? А, вот. Спасибо. Видно, не видно? Мне, по крайней мере, не видно. Окей. Иностранный рынок. Кто хочет за рубежом работать? Поднимите руки. Отлично. Отлично. Есть, да, желающие? Я сейчас расскажу о своем опыте, который у меня был. Он у меня неполный, да, и я, наверное, не в полной мере вправе эту тему как-то освещать. Но я это сделаю. Почему бы и нет? Пригласили, расскажу. Меня там не видно, поэтому я похожу тоже с вашим позволением. Значит, я делал работы за рубежом. В основном они были в виде концепций. То есть это были 3D-визуализации, и это были концепции, которые мы рисовали для клиентов, и они дальнейше воплощали. Несколько раз мы делали проекты нашим соотечественникам, которые выезжали за рубеж, покупали там себе недвижимость, офисы снимали, и мы для них уже проектировали. Вот это вот клиенты. У меня ни разу в жизни не было клиента, которому я довел бы от начала до конца за рубежом где-то, ну, дом. Поэтому, ну, тоже делается на эту скидку. Если такие люди есть... Есть кто-то, кто за рубежом делал? Немете руку. И довели до конца, да? Не соотечественникам. Прям вот, вот, девушке тогда подойдет, она более подробно расскажет про эту часть. Вот. У нас никогда не было задачи продвигаться на иностранном рынке, потому что я не очень хочу работать на иностранном рынке. То есть вот кто-то хочет, я не очень хочу, но так получилось, что заказы шли и идут иногда. И мы их делаем. Почему бы и нет? Ну, к примеру, один из интересных проектов, с которым нам обратились, зашел к нам министр рыбного хозяйства, по-моему, в Танзании, и заказал у нас концепцию благоустройства, через Facebook, кстати, увидел картинки, заказал у нас концепцию генплана, благоустройства территории. Сплатил за это 10 тысяч долларов. Ну, что неплохо. Почему бы и нет? Причем 100% предоплаты. Я сказал, присылайте, тогда будем работать. Потому что я знал, что там будет, скорее всего, непонятно чего. Потому что ему работали и делали китайцы, он мне присылал эскизы, которые они делали. Я понимал, что там, ну, абсолютный трэш какой-то идет, и, скорее всего, он их выгонит и ничего им не заплатит. Я не хотел бы быть следующим. Поэтому попросил у них аванс, сказал, что будет входить, и потом сделаем проект. Ну, покажу. На этом, собственно, он взял этот проект, пошел в банки добывать инвестирование. Собственно, такие задачи тоже есть. Это тоже задача дизайна. Самое сложное в этом проекте было не нарисовать именно, что мы, собственно, сделали по дизайну, а именно понять, что он хочет конкретно. То есть вот это чаще всего с иностранными клиентами, которые ходят по рынку в надежде, что им кто-то что-то сделает, это очень-очень важно. Итак, общие, да, секретной кнопки нет, есть работа. Поэтому я почему-нибудь, туда надо идти и работать. Мы принимаем какие-то заказы, ну, автоматически, а чтобы заказы были системные, с ними надо, ну, им надо заниматься продвижением. Мы этого не делаем, потому что у нас здесь полно работы, более чем достаточно. Нам здесь интереснее и понятнее. Больше возможностей, да. Больше конкуренции, да. Нужно понимание рынка. Клиенты, конкуренты, услуги. Сейчас я об этом буду говорить. Конкуренция очень хорошо работает, потому что она работает по уму, по качеству и по стоимости. И по уму наши люди очень сильно выигрывают. Именно в России очень светлая голова. Ну, то есть, действительно это так. И при этом не очень высокая стоимость, но приемлемое качество. Не скажу, что самое лучшее, но приемлемое. Поэтому в данном случае, если бизнес строите в этой теме, ну, или сами выходите, есть очень-очень серьезные преференции по отношению, допустим, к индусам и китайцам, которые будут делать много чего, но бездумно будут делать. Я с этим тоже сталкивался, сейчас об этом расскажу. Услуги. А, страхи, да. Что я могу предложить? Хочу сказать, что уровень в целом очень низкий. Ну, то есть, если брать фрилансеров, то есть, естественно, фрилансеры высокооплачиваемые, есть студии, но в целом, если брать вот всех фрилансеров, очень-очень странные работы делают. Их миллион очень много. То есть, выделиться более-менее приличным проектом весьма несложно. Людей очень много. И еще один плюс, да, нам и минус людям крутым, то, что они не рекламируются, да, они выкидывают работы и думают, что сейчас к ним клиент придет, потому что они и так молодцы. Но так и происходит. К ним клиент приходит, и крутые специалисты чаще всего все время заняты. То есть, у них и ценник высокий, хороший, и у них есть постоянно проекты. Но также есть огромное количество, просто тьма людей, которые бегают по рынку и пытаются найти себе исполнителя. Очень много. Как только ты пытаешься найти себе сотрудников, ты тут же оказываешься в позиции заказчика и понимаешь, насколько сложно найти хоть сколько-нибудь вменяемого человека. Точно так же и заказчик. Поэтому здесь в том числе нам тоже плюс большой. И на средний уровень, соответственно, несложно пробиться. Услуги. 3D-концепция. Что такое 3D-концепция? Это когда нам присылают задачу, ну вот вам планировочка, нарисуйте чего-нибудь. Вы берете 3D-модель, и вот как Сергей сегодня рассказывал, вот начинаете ляпать там какие-то скаченные модели. Это прокатывает. И прокатывает именно на том уровне, то, что вот тоже, опять же Сергей рассказывал, клиенты приняли ему сразу, никто не стал там вдаваться, что это за у вас, за там каннелюрчики, да, что это за классические резьбы, откуда вы их скачали. Люди не понимают. Надо понимать, где заказчики и где мы. То есть заказчики это не понимают. Если мы, нам важна наша репутация, то мы, естественно, потом от этого работаем. Если репутация не важна, важны деньги, то мы начинаем клепать вот это вот не пойми чего и отдавать. И это тоже нормально, потому что дальше на том конце сидят технологи, и они продолжат. То есть дальше клиент должен нанять технолога и сделать уже нормально. Поэтому в данном случае вот такие визуализации быстрые. Они приносят очень хорошие быстрые деньги, но нам нужно обязательно сказать клиенту, что это концепция. Так что это вот не прям бери и делай. Мы делаем это быстро, а клиент должен дальше работать. 3D визуализация и анимация. Но это отдельная тема. Особенно сейчас она очень сильно актуальна, потому что сейчас визуализацию можно делать дороже, чем у нас дизайн или у вас дизайн. Сколько средняя цена дизайн-проекта, скажите мне, в городе Косноярске? Средняя цена какая? За квадрат? 1200. Ну вот визуализацию можно делать примерно, если вы сами нашли клиента за эти же деньги, только визуализация. Поэтому это выгодно в первую очередь. Особенно если вы делаете где-нибудь для Германии, для Великобритании, там одна картинка стоит 1200 евро. И я таких картинок много сделал. Я знаю, о чем говорю. Но надо найти заказчика и с ними работать уже важно именно на их языке, именно системно. То есть там не пройдет какой-то хаос. Они это очень ценят, очень любят. Поэтому, опять же, я не призываю вас делать визуализацию, у каждого это свое. Я визуализацию не делаю, сколько бы за нее не платили. Я уже отошел от этого. То есть мне это неинтересно тупо сейчас. Я именно делаю проекты. Да, на них можно меньше денег заработать даже в Москве, чем на визуализации на мировом рынке, естественно. Но просто призвание такое, тут ничего не сделаешь. То есть ты должен делать то, что тебе нравится в первую очередь. Но раньше я на визуализацию очень много денег зарабатывал. Собственно, это и стало моим начальным капиталом, который позволяет сейчас мне о деньгах, в принципе, сильно не думать, не беспокоиться. Ну и навык, конечно, появился, получился. И насмотренность, умение работать. Когда делаешь визуализацию, ты работаешь с качественными архитекторами. Это, кстати, тоже очень важно. Делая визуализацию, очень важно брать хорошие, качественные проекты. Тогда ваше портфолио будет пополняться интересными проектами, а люди, как я рассказывал, не понимают, вы делаете это или не вы. Велика вероятность, что вам закажут дворец какое-нибудь дело, если вы сделаете кому-то визуализацию. У меня так было. То есть я делал 1500 метров дом, потому что просто клиенту сделал красивую визуализацию. Ну вот так получилось. При этом он выгнал итальянского архитектора, который руками рисовал. Лучше я итальянского архитектора или хуже? Конечно, хуже. Я как новичок совсем. Но эволюция – это неинтересно никому. То есть выигрывает деньги, получает тот, кто лучше доказал. Это несправедливо, но ничего не поделаешь. Итальянскому архитектору не повезло в данном случае. Страхи не найду клиента. Ну вот, собственно, об этом рассказал. Услуги. Рассказал клиенты. Вот будьте здесь внимательны, давайте это прямо отметим. Есть частные клиенты, соотечественники. Они заказывают дизайн-проекты. Есть архитектурные и дизайн-студии. В них мы можем быть фриланс-дизайнерами. То есть работать у них в их системе. Нужно быть готовым подстроиться под систему. Это работает, и их можно найти. То есть если частных клиентов найти сложно, да, они в интернете не болтаются, они сами нас выбирают и ищут. То у студий дизайнерских, архитектурных есть каталоги. Можно взять каталог дизайнеров или студии архитектурных в Милане, в Италии, в Париже, в Германии. И по ним прям бомбануть. Прямо целенаправленно им писать. Сказать, я вот делаю, пожалуйста, у меня стоимость такая-то. Почему нет? Потому что они платят в разы дороже себе. Дальше. Самостоятельные менеджеры. Вот здесь стоит быть очень внимательным. Есть две категории самостоятельных менеджеров. Есть самостоятельные менеджеры, которые знают, что такое менеджмент и умеют работать. Они начинают искать по рынку. Как правило, у них есть какой-нибудь вип-клиент, да, и им нужно сделать дизайн. Они же хотят денег тоже заработать, они не будут, не хотят дорогого брать дизайнера. Они ищут в интернете кого-нибудь, так как в дизайне они сильно не разбираются или разбираются, но хотят подешевле. И есть вероятность, что они наткнутся на вас, да, если вы выставляетесь и закажут у вас проект. Так вот, есть профессиональный менеджер, который знает, что это такое. Они очень клевые ребята. Мы с такими очень много работали и сделали тоже много денег и много проектов и по концепции, и по визуализации. Есть непрофессиональные, те, кто вот начинает. И их стоит очень сильно опасаться. Потому что, как правило, денег вы там не получите. Они завалят проект ваш, даже если он хороший, по-любому. Потому что они не смогут его правильно презентовать, не смогут правильно собрать обратную связь и не смогут взять у клиента деньги. Вот встречаются и первые, и вторые. Очень важно их отличать. И бояться вторых сразу прям отказываться сотрудничать без предоплаты. А первых, наоборот, любить и жаловать. Так, следующее. Менеджер агентств. Все то же самое, но это уже в агентствах. Они сами, как правило, нас ищут. Девелоперы-застройщики. Ну, их тоже можно найти и им написать. Как правило, это типовые квартиры. Строится много какой-нибудь комплекс и делаем квартиру. Еще очень хороший элемент, когда некоторые дизайнеры и архитектурные студии, они участвуют в конкурсах. Так вот, участие в конкурсах стоит денег. Итальянские дизайнеры мне рассказывали, допустим, чтобы конкурс выиграть, они скидываются с партнерами, 100 тысяч евро примерно они платят. Ну, какой-нибудь стадион строят, допустим, или Олимпиаде какой-нибудь, или какое-то новое издание. Им важно показать конкурсный проект. Там 80-100 тысяч евро они потратили. И чтобы это все предоставить, им, естественно, нужны и дизайн-проект, квартиры, и визуализация. То есть очень много чего, такая подготовительная информация. Вот и к ним тоже можно пристраиваться. Я спрашивал, сколько они платят за картинки. 500 евро они платят за картинку. Поэтому вот бюджет у них есть. Пожалуйста. И таких много, да, в конкурсах все участвуют. Вот подсказывают, и я на самом деле знаю, да, вот людей, которые, дизайнеров, которые работают с иностранными клиентами, участниками. А как вы тут нашли, расскажите, интересно? По рекомендации, да? То есть кто? А рекомендовали русскоговорящие? Нет? Тоже? А, ну понятно. Окей. Ну не считается, нечестно. Ну жили в Германии, там связь меня просли, и вдруг проект. Да-да-да. Еще посмотрите, пожалуйста, у нас есть выпускницы. Я обучаю дизайну. У нас есть Ольга Меркулова. Они с коллегой тоже у нас обучались. И они делают сейчас тоже проекты за рубежом. У них есть история. У нас на сайте расположено. Почитайте. Они вот... Им удалось тоже как-то там выйти. И они работают сейчас в разных городах Европы. Поэтому прям делают квартиры. Я не знаю как. Надо помочь, поспрашивать. Так. Дальше. Дальше у нас конкуренты, да? Фрилансеры дешевые. Не понимают задачи. Индия и Китай сказал. То есть они будут переделывать по очень много раз. С ними работать тяжело. Поэтому у нас есть преференции. Студии фрилансов дорогие. Европа. Украина. Очень-очень-очень серьезный рынок. Очень качественные ребята. Очень крутой дизайн. Прямо молодцы. Украина очень творческая. Но они такие раздолбай, скажем так. Очень. Поэтому на долгосрочной перспективе проигрывают в итоге. Вот в России в принципе сервис есть отличный. Мы всегда рады. Недорого. И есть таланты. То есть если в России поискать именно талантливых ребят, готовых работать именно системно, то это очень долгосрочное сотрудничество. Поэтому очень-очень рекомендую. Страны. Ну, перечислять не буду. Все видите? Все видят? На что сделать упор? Качество. 3D. Уже много раз об этом говорил. Но это действительно важно. Это наше лицо. Мы должны предоставлять то, что мы делаем в лучшем виде. И тратить на это даже какие-то свои собственные средства. Чтобы быстро заметили, нас нужна ниша. То есть выбрать что-то определенное. Сейчас, к сожалению, уже очень тяжело все для всех делать. Раньше это можно было. Когда я выходил на рынок, вообще не было понятий, как визуализация. То есть можно было делать вообще все, что хочешь. Если ты был визуализатор, молодому там парню, 19 лет, платили 3000 долларов в месяц. Потому что никто это тупо не делал. Сейчас уже такого нет. Сейчас это бизнес, это нишевание, это работа. Здесь работает сервис-система, менеджер 3D. Ну, вот некоторые вещи я отметил. Что важно для людей, профессионально работающих. Ну, опять же, удаленно в дизайне и в визуализации. Всегда на связи. Этика делового общения, предсказуемость. Просто картинка не нужна без сервиса. Очень важно читать чертежи и дорабатывать дизайн, если вы видите на той стороне что-то не то. Помогать сформулировать задачу очень важно, если обращается к нам клиент без агентства. Именно клиент, потому что многие, опять же, не понимают, что визуализация это не дизайн. Упреждающая система работы. Это к менеджеру относится. Когда не клиент нам говорит, что делать, а мы его настигаем. То есть мы должны ввести, у нас есть план-график свой, и мы должны клиента заставлять работать и быть инициативой в свои руки брать. Это очень важно. Это очень сложно, но это очень важно делать. Особенно, почему сложно? Потому что у нас, как правило, несколько проектов, и мы действуем следующим образом чаще всего. Взяли проект, отдали, отослали какой-то результат. Пока там клиент смотрит, отвечает, мы что-то другое делаем. Это неправильно на самом деле. Надо его гнать и заставлять быстрее работать. Быстрее будут делаться проекты, будет внимание наше к клиенту, и клиент не сможет с дурными мыслями к нам прийти. Вот это понимание очень-очень важно, и оно действительно работает. Это задача как раз-таки менеджера проекта, в том числе и в дизайне. Спрашивают многие, что менеджер делает в дизайне, зачем он там нужен. А нужно для того, чтобы дизайнер делал дизайн, а менеджер настигал клиента и заставлял его работать и выполнять его функцию. Дальше. Ну, очень полезно сейчас работает тест-драйв. Если есть такая возможность, либо какую-то картинку, либо какой-то план, то есть помочь клиенту или дать клиенту что-то бесплатно в начале работы. Может быть планировку, может быть еще что-то, может быть ТЗ, может быть просто консультацию. Если такая возможность есть, то подумать и внедрить. Документы. То, что многих останавливает. Как подписывать договор? Договор подписывается просто печатаешь, подписываешь, сканируешь, отправляешь. Все, больше ничего не нужно. То есть по почте, конечно, можно, но никто никогда, я ни разу в жизни это не делал. Я всегда подписывал электронно, фоткал, отправлял и мне также отправляли. Дальше. Как получать деньги? Сложного тоже ничего нет. Есть некая бюрократическая процедура. Вы идете в банк, заводите иностранный счет и там через корреспондентский счет, в общем, бухгалтер это сделает. То есть буквально там несколько кликов еще мышкой, написать еще одно заявление и деньги к вам придут. Разблокируются с зарубежного счета на наш. То есть бояться этого не стоит, ничего сложного, любой там бухгалтер, консультант вам подскажет. Я сам это делал, вообще никаких проблем нет. Дальше. Визуализация равно дизайн, опять у нас здесь попало. А, это следующее, прошу прощения. Соглашение о нераспространении информации. Иногда будут клиенты требовать. То же самое. Чаще всего, работая с агентствами, вас попросят такое неразглашение подписать. Здесь уже принимаете решение сами, потому что вы не будете иметь возможности публиковать свою работу в своем портфолио. Работать с этим или нет, решайте сами. Я обычно умножаю в три раза стоимость и говорю, пожалуйста. Но мне ключевое, конечно, разместить. Сейчас я даже так делать не буду. То есть раньше я так делал. Ну, валютные инвойсы. Тоже важная вещь. Вы, значит, делаете А4 документ. Людям, вашим контрагентам с Европы важно списать налоги. Соответственно, вы делаете просто инвойс, делаете свою печать эпэшника. Такое-то, такое-то. И пишете, за какую работу вы приняли, сколько-то денег. Сканируете, отсылаете им. Все прокатывает. Вот так очень много. И у них бухгалтерия тоже это принимает. То есть это важно делать для того, чтобы они списывали себе налоги. То есть это тоже сервис. Если вы это скажете в своем предложении, то это тоже будет очень цениться и очень важно. Так, важность ТЗ. Самому понять, что нужно. Это самое главное, самое сложное. Особенно с частными клиентами. Так, упростить, объяснить. Вот, еще один, кстати, не то что минус, особенность. Конкуренты, как правило, индусы и китайцы, начинают работать, не понимая задания. Просто что-то делать. Ну, даже на самом деле не только эти две нации. Любые другие тоже будут так делать. Есть люди, просто давайте так. Есть люди, которые будут начать работу без понимания, что делать. И есть клиенты, которые с удовольствием примут эту работу, потому что какая-то же движуха началась, да, втянемся, а потом разберемся. Вот, просто на это надо помнить. Что с этим делать я подсказывать не буду. Каждый здесь решит сам. Можете тоже так поступать, можете не поступать. Но помните, что клиента очень просто вовлечь, да, вот этим бесплатным чем-то, то, что я давал в другом пункте, что начать работу и там разобраться. Но с точки зрения введения проекта и дизайна, и вообще уважения к себе, это не очень правильно. Здесь стоит понять, что вам ближе уважение к себе или деньги. Либо много денег. Так. Как продвигаться? Выбрать клиента, выбрать услугу. Ну, это стандартная тема по привлечению клиентов. Кому интересно, будет уже пришли. У меня мастер-класс есть интересный по привлечению клиентов. Обязательно внедрить базовую систему введения проектов. Пользуйтесь системой введения проектов. Кто пользуется? Поднимите, пожалуйста, руку. Очень мало. Кто не разобрался, но хочет? Молодцы, молодцы. Обязательно внедряйте. Как только у вас 2-3 человека, надеюсь, все привлекают, не все все сами делают, начинают привлекать или чертежник, или визуализатор, хоть кого-то. Как минимум визуализатор надо святое. Заводите все темы именно в систему введения проекта. Это приучает себя, мозг, людей, сотрудников именно к росту. Пока мы работаем по почте, у нас, как правило, ни к чему хорошему это не приведет. Любую можно скачать, систем очень много. Мы пользуемся системой Basecamp, зарубежная. Можно российские аналоги, их миллион, сколько хочешь. Но это важно, именно не на почте, а в системе. С телефона можно зайти, я прямо сейчас могу зайти, все проекты себе посмотреть и дать комментарий. Очень круто. Так как я выполняю функцию Art Director, я должен согласовать перед отправкой. Работа у меня такая. Поэтому мне важно быть на связи и смотреть. При этом я не должен быть в офисе, как вы понимаете. Я могу в перерыве сейчас согласовать проект, он пойдет в работу, а я здесь продолжу выступление. Очень важная тема, очень. Мы в мобильном находимся уже в мире, это очень важно делать. Так, собственно, завести эту базовую систему, придумать себе некий порядок и ему следовать. И заставлять или брать на работу людей тех, которые сами следуют этому порядку. Дальше. Описание презентации, оно это стандартная история. Пользу, какую мы несем для клиента. Цена, порядок работы, связь. Это основные вещи, которые стоит указать в презентации. Средоточьтесь, пожалуйста, на пользе. Я вот захожу, дизайнер добавляется в инстаграм, я захожу, тоже смотрю, и там, я дизайнер из Красноярска, я дизайнер из Краснодара, я дизайнер из Питера. И все. И чего? Что он делает? Как я могу понять, хороший ты дизайнер, плохой? На чем специализируешься? Я тебе ничего не знаю. Вот я как клиент, кликая дизайнеров, я не понимаю. Еще я не разбираюсь сильно в дизайне. Это картинка, это картинка хорошая. Я нюансов не вижу, те, которые мы видим как дизайнеры. Как я пойму, кого мне выбрать? Никакой специализации. Напишите себе специализацию в профайле, это очень важно. Делайте современные интерьеры, классические, сложные проекты делайте, например, необычные. Опять же, необычное – это плохое слово, непонятно. Ну, в общем, какую специализацию нужно. Ну, да. Вопросы? Да, давайте посмотрим немножко проектов. Сейчас, если какие-то есть. Там есть кто-то? Примеры включите, пожалуйста. Ага, вот пример. Несколько проектов я взял с собой. Кликать, кликать, кликать. Это вилла. Мы ее делали на Кипре. Здесь уже вилла существующая. Клиент нашел меня в интернете, тоже обратился, купил билет. Я приехал на самолете, все обмерил, посмотрел. Вот у него была такая пристройка и сама вилла. Мы изменили полностью фасад, сделали внутренний дворик. Ну, в общем, перевернули ее, сделали немножечко более восточной. К сожалению, там других видов нет. На сайте есть этот проект, интересный. Вот, отдали. Как дальше происходит? Дальше клиент взял нашу концепцию, наши чертежи и отдает местным архитекторам, потому что мы не можем проектировать там. Там должны проектировать только архитекторы местные. Вот он им это отдает, эту нашу работу отдает как техническое задание, и дальше они уже воплощают и строят. То есть мы, в принципе, здесь дальше уже не нужны. Если какие-то вопросы возникают, то клиент спрашивает нас по электронной почте, присылает фотки, а мы отвечаем. Так, что-то у меня не кликает. Можете следующее? Вот интересный проект. Вот это реконструкция старого здания. Это в Каннах находится, прямо на первой линии. Очень клевый, крутой проект. Это Провансаль резиденция, отель. Его сейчас делают реновацию. Мы делали бассейн, прилегающую территорию. То есть это все нарисовано. Мы здесь вписывали все эти элементы в существующую историю и рисовали вот эту современную концепцию к классическому, или такому кардекошному дизайну. Тоже здесь было много разных комнат. Интересный проект. Но ее, к сожалению, так и не построили. Из-за кризиса. В 2009 еще году. До сих пор заморожено, ничего там не происходит. Хотя вот эту вот нижнюю штуку построили, вот эту колонаду. Я туда ездил, там ходил. Ну, прикольно. Следующий. Следующий включить, пожалуйста. Ага. Так. А вот, кстати, тот проект в Нигерию, который мы рисовали генплан. Тут даже до визуализации не дошло. Но это, кстати, очень клевая работа, потому что клиент у нас купил в том числе и проект одного здания. Мы делали в Сочи. Он не пригодился. Тоже из-за кризиса закрыли. Но мы этот проект. Дворец Алых Рост называется. Белых Рост, прошу прощения. Очень интересно тоже проект. Он вот там вот в пике стоит. И развили такую вот архитектурную концепцию, где дома там, хаоса. Вот с этой штукой и с изысканиями. Там все технические изыскания. Он пошел в банк. Естественно, мы это все перевели. И он пошел искать инвесторов. Следующего. А, вот тоже. Проект интересный. Это в США. Клиент обратился, говорит, у меня есть дом, участок, мы хотим построить. Вот примерно, что мы хотим, описал. Вот в 2011 году мы сделали 3D-проект, архитектурный такой. У него была задача, собственно, концепцию сделать. А дальше он... Мы решили, что он пойдет к местным архитектурным компаниям и закажет вот этот вот лепной декор весь. Ну, вот то, что вы видите, это то, что мы напроектировали. И то, что получилось, это уже фотографии с Google Maps. Этот дом они продали за 850 тысяч долларов. Мы делали здесь и интерьер, и экстерьер. Интерьер, к сожалению, я не видел, как получилось. А вот экстерьерчик есть. По-моему, все. Ну, есть еще много разных проектов, да, но я вас утомлю перечислениями и показом. Есть ли какие-то вопросы? Концепция. Так, давайте. Концепция. Чем концепция отличается от проекта? Ну, концепция — это общий вид, то есть вот в данном случае 3D-визуализация. То есть да, она начерчена, но без деталей. То есть эскизный проект, можно так сказать. Но, в принципе, там особого проекта нет. Как правило, это планировка, если это интерьер, и 3D-визуализация. Либо, если это фасады, то это, соответственно, фасады без деталей, узлов и, опять же, 3D-визуализация, которая показывает, как что нужно сделать. Плюс может быть пояснительная записка, где мы рассказываем, как реализовывать этот проект, где у кого что можно заказать, на что стоит обратить внимание, где точно не стоит экономить, а где можете сэкономить наоборот. Давайте. Микрофон где? Здесь? Давайте. А вы поднимайте заранее, чтобы пока человек говорит, можно было понять, куда носить. Станислав, у меня такой наболевший вопрос. Вы сказали, что около 7 лет работали без перерывов на кофе, обед и без выходных и так далее, по 14-12 часов в сутки. У меня такая же ситуация. И сейчас подошла, естественно, к вопросу о том, как делегировать свои какие-то задачи другим сотрудникам и так далее, как их набирать. Я запуталась в этом вопросе, потому что я не понимаю, когда к тебе идут в течение 10 лет, как к Ивановой и Ванне, например, как к другим людям, другим дизайнерам делегировать свои мысли. Клиенты идут, да? Клиенты идут именно по сарафанному радио в 90%. Каким образом не потерять вот эту марку, так сказать, передавая какие-то полномочия, тоже разработку идеи другим дизайнерам, другим сотрудникам? Ну, это очень хороший вопрос. На него есть ответ. Частично он будет в следующей нашей части. Кстати, пока можно включать. Следующую часть. Я буду отвечать. Что там у нас? Что-то не крутится. В общем, отвечая на вопрос, да, как не потерять лицо. Во-первых, когда вы делаете что-то, да, вы берете все сотрудников со схожими вами, вам принципами, да. Соответственно, первое, что нужно сделать, понять свои принципы. Как вы работаете, что вы делаете. Для кого работаете, для кого не работаете. Что для вас хорошо, что для вас плохо. То есть это некая система ценностей, да. Это ваша концепция студии. Вот я сегодня показывал 10 пунктов. Вот мы считаем это правильно для себя. Не уверен, что каждому это подходит. Кто-то хочет, может быть, в офисе работать. Я в офисе работать не хочу. У меня было три офиса, я в них один раз ездил на открытие, и больше меня туда не затянешь. Вот просто это не по мне. Вот кто-то хочет и кто-то любит. В общем, написать концепцию – это первое. Дальше. Когда вы это все сделаете, вы будете набирать людей. И будете набирать людей, которым близок ваш дизайн. Опять же, есть ли у вас в вашем дизайне что-то общее. Есть ли, может быть, это какой-то стиль. Может быть, это какие-то материалы, которые вы используете или не используете. Любимые приемы. Что-то, что вас объединяет. Что-то может быть яркое. Вы с цветами очень любите работать. Либо, наоборот, как я, цвета вообще почти не используете, а для вас они менее важны, чем архитектура. Любите мебель, заказывать. То есть что-то надо найти себя и идентифицировать. Соответственно, под это дело вы сможете брать людей, которые тоже это близко. Ну или которые пока не могут это сформулировать, но которые чувствуют, что это близко. Они уже будут вашими питомцами, которые будут перенимать постепенно ваш стиль и ваше естество. Собственно, задача как раз-таки стать очень сильным личностью, дизайнером так, чтобы люди хотели перенять, вот как у вас получается. И они будут это перенимать. Дальше. Вам нужны навыки. Навык делегирования. Это просто навык. Его нужно выучить. Что такое делегировать? Это не полностью иди, делай идею. Нет. У вас есть распределение обязанностей. Вы можете оставаться столько ведущим дизайнером, сколько хотите. Ведущий дизайнер, напомню, по функциям он общается с клиентом и он отвечает за проект. Вы можете оставаться арт-директором. То есть это человек, который отвечает в итоге, хорошо или плохо. И помогает. Более опытный специалист помогает ведущему дизайнеру стать лучше и сделать проект интереснее. Вы можете быть на любой из ролей. Вы можете быть дизайнером. Дизайнер это тот человек, который делает непосредственно, который делает планировку черти. Кто придумывает сам дизайн, кто делает комплектацию. То есть вы можете занимать ту роль, которую вы хотите. А если вы уже имеете, если вам она точно понятна, и вы можете ее описать, значит вы можете ее делегировать. В данном случае создание планировки. Как делегировать? Чтобы вы там остались. Вам нужно собрать техническое задание у клиента, понять, что он хочет и написать это такими словами в задание человеку, чтобы он это прочитал и понял и сделал бы так, как вы бы сами это сделали. Дальше. Он сделает как? Естественно, неправильно он сделает. Правильно же? Он делает не то и придется переделывать. Так вот, надо бить себя по рукам и не надо переделывать. Надо указать человеку, что вы считаете, что сделано не так. И если он умный, он научится. С одного, со второго раза. Если он дурачок и не захочет учиться, вы его выгоните и возьмете нового. Один из 20 сотрудников будет хороший ваш. Поэтому тут время и упорство. Мы поступаем немножко по-другому. У нас тоже встал вопрос делегирования. Для этого, собственно, мы открыли обучение. Мы людей учим сначала. Ну, то есть они проходят курсы за деньги. А потом лучших оттуда берем. То есть они уже подготовлены. Нам не нужно их учить. Мы вот так хитро поступили. Можете так же поступить. То есть мы учим делать визуализацию, как бы я сам сделал. Потому что я оцифровал, выписал все свои технологии, все кнопки, которые я нажимаю. И системно передаю ее людям. Также по дизайну. В какой-то момент я понял, что и дизайн можно делегировать, так же делать. И почему-то у меня не нажимается. Станислава, можно еще вопрос? Да, давайте. Там есть кто-нибудь? Вот у меня тоже такой вопрос. Ну, вообще я тоже давно занимаюсь дизайном. Не вижу. Где вы? Я здесь. А, вижу. Вот. И я поняла, что, да, действительно, это занимает очень много времени и сил. И тоже были бессонные ночи. Я поняла, что нужно делегировать. И начала уже работать с другими людьми. Начала привлекать к себе людей, исполнителей. Но я столкнулась с такой проблемой. Это сроки. Для наших заказчиков это очень важно. То есть, если я раньше могла одна ввести, там, два-три проекта, да, и обговаривать сроки, и я успевала, то здесь я столкнулась с такой ситуацией, что меня начали просто подводить по срокам. У вас частные клиенты или общественные? Частные. С частными проще. То есть, да, вы правильно заметили, сроки возрастут. Как только делегируешь, естественно, но ты сделаешь быстрее. Потому что у тебя в голове одновременно все этапы присутствуют. Тебе не нужно их между собой соединять. Естественно, там, минус в том числе и наши люди, это сроки. Мы никогда не говорим, что мы быстро все сделаем. Но мы сделаем качественно. Соответственно, вы либо меняете тип клиентов, понимаете, да, о чем речь? То есть, тем людям, которым важно. Либо психологически учитесь им говорить, что ничего страшного, здесь вот мы подольше, но зато по качеству не сделаем. Это такая работа уже. То есть, если это частники, то им не горит переезжать, потому что они квартиру снимают. Вот это самый такой непонятный тип клиента, и для них зачем дизайн? Ремонт нужен, дизайн не нужен. Если людям реально нужен дизайн, который не стыдно заплатить, который не стыдно людям показать, я надеюсь, вы такое делаете, вы всегда сможете объяснить, что вот здесь вот мы улучшили, и это будет, ну, то есть, сейчас еще месяцок потерпите, у нас тоже будет на уровень лучше, да, вам жить всю жизнь. Как правило, нас, ну, слушают. Хотя, конечно, всегда получается, сроки всегда затягиваются. Это могу точно сказать. Это минус работы в системе, минус работы в том числе и с нами, наверное. То есть проект, бывают быстрые проекты, бывают, но они не системные, и они идут вот как бы вот быстро, вот быстро надо их сделать. Но это не то, к чему мы идем. Мы все-таки идем к тому, чтобы наша работа на проекте занимает два месяца. То есть это 45 рабочих дней, это наше время. Плюс к этому время на согласование. Таким образом, проект растягивается от двух месяцев, это самый минимальный срок, до шести где-то. То есть стандартный проект три-четыре месяца, потому что клиент половину времени думает, половину времени меняет какие-то решения. Ну, то есть, вносит комментарии. Что с этим делать? Только объяснять, что так будет лучше, и только объяснять, что пока вы думаете, мы стоим. А вам еще что делать, чтобы, ну, собственно, держаться, да, то есть параллельно проекты брать и повышать уровень клиентов. Как только вы делаете студию, вы на студии, ну, не прокормитесь самостоятельно, если будете дешевые проекты делать. Больше, лучше, повышать качество, культуру. То есть это все очень важно. А еще такой вопрос. А как с исполнителем тогда поступать? Если он затягивает сроки. В смысле? Ну, если он контракт не выполняет свой? Или что? Да, да. Вы гоняете его к черту, и все. А что с ним делать? Ну, как, если в булочную не вышел пекой работать, и все стоят, ну, как выгонят завтра, возьмут нового. Вопрос, где взять новых? Это другой вопрос. Да, да. Да, это другой вопрос. Ну, вот я сказал, мы решили это через обучение. Мы всех не берем, ну, как бы берем лучших. Заходите на наш сайт, смотрите в разделе выпускники, может, кто-то вам там, кто-то стесняется нам написать, допустим. Я узнавал, говорю, ко мне девушка приходит работать. Я говорю, что ты раньше написал? Я вот, я думал, что недостойна, я думал, что еще вот должна поработать где-то. Где-то же она работала. Причем талантливейшая девушка, я про нее забыл просто. Потом стали искать, говорю, а это где? Она где-то там. И мы ей написали, она была счастлива, а сама она стесняется. И таких много. У нас очень много выпускников. У нас тысяча выпускников с 2009 года. В визуализации. По дизайну меньше, конечно, но, пожалуйста, заходите на сайт, фильтруйте и изучайте. Спасибо. Меня почему-то не кликает. А, кликает. Да, сейчас, еще подождите секундочку. Кто хотел вопрос задать? Ага. Да, давайте. Сейчас, пока вы идете, буквально, собственно, ответ тоже на вопрос. Смотрите, мы разрабатываем сейчас профессиональные стандарты, о которых я говорю. Это разделение дизайнера на разные функции. Этот формат, он диктует, но не мы его придумали. Так получилось, что формат, который диктует государство, оно, в принципе, подпадает под то, что мы делаем. Сейчас мы это все оцифровываем, и здесь вот есть термины. Здесь вот, это еще в работе, ну, буквально, мы сейчас дорабатываем, наверное, месяц-два, и уже будет это приниматься. Но вы тоже можете принять участие, если хотите прочитать это все внимательно, внедрить у себя в компанию или начать думать в этом направлении, прислать мне комментарии, эти комментарии тоже учтутся, ваши комментарии тоже учтутся к этому всему. Если вы с чем-то не согласны, с чем я говорю, если тут то, что написано вам, чем-то не нравится, можете все внимательно почитать. Но, к сожалению, тут 150 страниц, но я бы рекомендовал это сделать. Это итог нашей десятилетней работы, это вся информация, весь мой опыт выгруженный вот, собственно, сюда, в какой-то вот такой пока полуофициальный формат. Так вот, у нас есть разные функции, вот наверху, смотрите, ведущий дизайнер, разные функции. Что он делает? Какие у него знания должны быть, навыки, умения, видите, меняется знание, трудовые действия, что он делает? И здесь вот все элементы по каждым из должностей, они прописаны. Это все ведущий дизайнер. Дальше мотаю, менеджер дизайн проектов. Соответственно, то же самое, все, что делает. Вот это все, если внимательно прочитать, проанализировать, то немножечко в голове что-то перевернется. Кто бы хотел вот это вот получить? Я вам пришлю на почту, все то же самое. В конце будет информация, скинете, что я хочу стандартно пишеть в смс-ке, я вам скину в понедельник после моего приезда в Москву. Мне будет очень интересна ваша реакция и ваши ответы, если вы удосужитесь ознакомиться. Пожалуйста, спасибо. Станислав, спасибо. Вы опередили. Это был мой вопрос. О, супер. А может еще что-то? Прокомментируйте тогда. Как вы думаете? Ну, прокомментировать, я просто хочу сказать, я директор Института архитектуры и дизайна сибирско-федерального. А вы мне скажите, вот по-честному, так по чесноку, я фигню говорю или нормально? Нет, нормально все. Есть моменты непонятные, но это мои проблемы. Вот, а что касается стандарта, просто сейчас, ну, как бы тенденция, эти стандарты, уже много написано их по Министерству труда. Я завидую вашей смелости, что вы взяли на себя вот такую ношу написать за всех. Целый год занимаемся. Ну, вот вопрос только касается, кто пишет, кроме вас? Вот вы один. Ночами сидите, да? Смотрите, у меня, я делаю рыбу, да, вот эту. Вот так получилось, что я пять лет разрабатывал это для нашей студии. То есть получилось так, что вот то, что мы сделали, оно как бы вот под эту форму и подходит. Ну, немножечко поменять косметические изменения. Дальше технология такая. Я с дизайнерским сообществом общаюсь и должен это согласовать. Поэтому я, собственно, всех и призываю, да? То есть и вы в том числе. Пожалуйста, прочитайте, посмотрите. Все, кто... К сожалению, мало... Многие загораются, сейчас примут что-то без нас, сейчас вот нам напишут, а нам исполнять. Но реально человек, количество, да? Могу бы по пальцам пересчитать, кто это все принимает и участвует в создании. То есть все мы, каждый из нас может принять участие в создании этого стандарта. Для этого нужно прочитать и дать комментарии. У нас есть рабочая группа, отвечая на ваш вопрос, с кем мы встречаемся, с кем мы обсуждаем. И то, что... Это не должны быть стандарты моей студии, это должны быть общественные стандарты именно всего государства. Поэтому я здесь обязан учесть все интересы. А комментарии, собственно, вы даете. Поэтому... Спасибо. Если у вас будет возможность и желание, с удовольствием. Хорошо. Мы вас услышали. Спасибо. Давайте включим следующую презентацию. Ничего? Не устали? Нормально? Сейчас чуть-чуть-чуть помучаю. Я вот прям сегодня хотел вам дать полезности. Поэтому подготовил тоже презентацию по согласованию. Очень важная часть. Ага. Так. Видели такую? Нет еще? Свеженькая. Не видели такое? У нас 30 минут осталось. Я думаю, успеем. Ну, собственно, для согласования проекта у нас есть несколько критериев. Арт-директор — это руководитель студии. Не руководитель, да? Художественный руководитель, который говорит, фигню сделали или нет. Соответствует это тем идеалам, которые мы для себя придумали или не соответствует. С клиентом. То есть клиент может сказать, да, все нравится, отлично, согласовываю. Арт-директор скажет, нет, переделываем. Такое тоже бывает. С подрядчиком и совестью, конечно, с нашей. Действующие лица. Все, что я рассказываю, уже идет по стандарту, поэтому, ну, применяйте. Ведущий дизайнер. Так и называется ВД. Ведущий дизайнер общается с клиентом и согласовывает проект. Ведущий дизайнер ответственный за то, чтобы сделать проект, как с технической и с творческой стороны. У него есть помощники свои, это дизайнеры, визуализаторы и другие. Менеджер. Менеджер ответственный за то, чтобы в срок сделать и не уйти в минус по деньгам. Арт-директор согласовывает их работу и клиент принимает их работу. Стадии проекта. Ну, я считаю, здесь достаточно стандартная стадия, не буду их перечислять. Да? Всех такие? Ну, или похожие? Система работы. Знать, кто клиенты, от того, какой клиент, зависит, как мы с ним работаем. Поэтому, настраивая систему, она настраивается один раз под одного клиента. Если клиенты разные, допустим, эконом, бизнес и вип, у них разные точки соприкосновения. Будьте здесь внимательны. Допустим, премиум сегмент не пойдет по этой системе. То есть, ему надо создавать дополнительную видимость, что это специально для него, специальное согласование, специально там поплясать с ним, походить, поездить. Вот специальное личное участие. Но внутри может быть так. Вот что самое интересное. Бизнес-класс отлично работает по этой теме, потому что ты говоришь, вот если мы ведем по системе, то у вас будет все отлично, будет идеальное соотношение цена-качество. И эконом-класс можно вообще жестко по этой системе вести и говорить, вы платите мало денег, вот вам, пожалуйста, ни влево, ни вправо никакой чих. И они тоже будут довольны, потому что они будут думать, что получают очень высокое качество. Ну, это, кстати, может быть и так. То есть, хорошая компания с развитой системой спокойненько может развить, то есть, брать клиентов, в том числе эконом-класса, и делать им ремонт, и это может быть даже выгоднее. Тема. Знать свои цели, про которые мы уже говорили. То есть, деньги, отношения, или репутация. Обязательно прописать в договоре так, как идет работа. А что такое договор? Договор как раз это и есть наша система. По сути, договор ни в коем случае не может быть скачан из интернета. Договор должен быть обязательно такой, как мы хотим работать. И в договоре должно быть прописано не просто, что мы такое-то, такое-то, делаем такую-то квартиру в таком-то объеме, столько-то денег. Нет, это все естественно. Самое важное в договоре прописать модель согласования. Как будет проходить и приниматься работа? Если этого не сделать, то все остальные дальше действия и согласования просто пойдут прахом. Поэтому это очень важно. Не подойдет шаблонный или чужой договор. Фишки. То, что рекомендуют уважаемые товарищи юристы. Не ставить сроки на этапы. Ставьте общий срок. Почему не ставить сроки на этапы? Потому что за каждый срок тогда юридически придется отчитываться. Если вы пять сроков поставили, у вас должно быть физическое, бумажное подтверждение, что вы сдали в срок. И в случае конфликта, опять же, если у вас этого не будет на руках, по защите законе прав потребителей трехкратную сумму вы будете обязаны возместить уважаемому товарищу клиенту. Некоторые клиенты этим пытаются пользоваться, если у вас нет следования договора. Еще один важный момент. Сделав договор, надо ему следовать. Для этого нужен менеджер. Дизайнер не будет следовать договору. Ну не будет, хоть убей. Вот я даже, я сам написал все, я все знаю, я все знаю, какая система. Мне нужен человек, который мне будет пинать и говорить, ты должен здесь вот это делать, сегодня ты должен вот это, завтра вот это. Потому что, если я буду этим заниматься, никакого творческого потенциала не останется. Дизайнер просто чахнет в рутинной работе. Для этого есть договор, есть менеджер. Просто человек пинатель до тебя. Отлично работает, идеальная история. Обязательно прописывать почту в договоре. Надеюсь, вы это делаете. Ну, это позволяет согласовывать в электронном виде. Сейчас это принимают суды. И быть готовым к суду. Не бояться. Да, вот прям не бояться. Я вот мечтаю, когда кто-нибудь нам. Вот реально, я люблю сложные ситуации, я хочу пойти и проверить свою систему, которую я придумал. К сожалению, я еще ни разу в суд не ходил. Но, надеюсь, пойду. Потому что я упертый, ну, то есть, если клиент будет там или хамить, или дерзить, такие бывают, да, разные. Ну, я скажу, ну и все, значит, не хотите, как хотите. Он начнет беспокоиться, да, если я веду все по договору, никакой вероятности, ну, она есть, естественно, да, но мне кажется, здравый смысл восторжествует. Я хочу это проверить. поэтому не бойтесь, все нормально. Ничего страшного не случится. А, потому что какая вторая альтернатива? Вторая альтернатива ходить на побегушках у клиента и быть не дизайнером, не профессионалом, а поддакивателем. Ну, или тряпкой, да, я этого не хочу, мне это неинтересно в целом в жизни. Сейчас, на данный момент. Раньше могло быть интересно. Так, о работе внутри студии. Делать и сделать. Две очень важные вещи. Когда дизайнер делает, о сроках, да, вот кто-то спрашивал, что делается, дизайнер сроки срывает. Он не должен срывать сроки, потому что, во-первых, сроки должны включать, в том числе, и согласование внутреннее. То есть, у вас есть внутренний срок согласования и срок для показа клиенту. То есть, как у нас происходит, к примеру, нужно сдать планировку через, семь дней мы ставим, делаем планировку. Значит, дизайнер сам ответственный за то, чтобы через два дня показать ведущему дизайнеру, спросить, ну как, смотри, что у меня какие идеи, смотри, что у меня получается. Ведущий дизайнер должен сказать, ну, в правильном направлении двигаешься, нормально, давай. Или понять, что все, капец полный и взяться самому, потому что ведущий дизайнер, он может сам это сделать. То есть, вот та ситуация, когда сделать что-то самому, она тоже должна быть, но только когда человек явно что-то запарывает, для того, чтобы не запарывать это клиенту. И промежуточный этап согласования, соответственно, нужный. Кто отвечает, тот и сдает. То есть, отвечает за сроки, дизайнер в данном случае. Когда мы сдаем клиенту, обязательно готовить презентацию. То есть, что ты показываешь, ну, и не только клиенту, внутреннее согласование тоже. Что показываешь, почему ты принял такие решения. А решение ты принял, потому что тебе вот привиделось ночью. А потому что есть ТЗ, четкое, понятное ТЗ, с которым мы можем, к нему всегда может апеллировать. И четвертый пункт, ровно об этом. Есть ТЗ, можно работать. В рамках этого ТЗ. Четырехшаговая система согласования. Очень важная, одна из основных вещей, которые в принципе есть. Если ей следовать, вот прям тупо следовать, менеджер следит за этим, то в принципе какие-то проблемы, они, их не будет по сути. Сейчас объясню почему. Четырехшаговую методику, пожалуйста, запишите, она очень вам поможет в работе. Первое. Презентация, этап работы. Основное, что нужно сделать, это согласовать лично. Обязательно личные встречи. Ни в коем случае не отправлять по почте. Ни в коем случае, даже клиент, если просит, не отдавайте. Пропишите в договоре, что вы имеете право показать свою работу. Потому что он поймет что-то не то, поймет какие-то другие вещи свои. Нам важно согласовать лично. Если встретиться возможностей нет, скайп, консультации, телефонный разговор, все это тоже считается личной встречей. Нам важно именно понять реакцию и записать комментарии. Дальше. Получай комментарии. Второй. Список замечаний, их формулировки. По результатам встречи согласуем список замечаний. Прямо записываем их. Клиент их готовит. А дизайнер согласовывает все комментарии и сортирует. Те, которые нужно вносить и те, которые не нужно вносить. Ну, если вдруг какие-то комментарии казались вредные, но клиент об этом не знал, он об этом обсуждает еще раз клиентам. Сортирует и потом приступает к работе. Третье. Доработка дизайна. Когда нам понятно, что делать, это всего лишь уточненное техническое задание. Да? Логично же. У нас есть список комментариев, которые надо внести. И эти комментарии – это уточненное ТЗ, по которому мы делаем уже нашу работу сделанную, и просто добавляем, вносим правки. Это и есть стандартное проектирование. Сложного здесь никакого. Ничего нет абсолютно. И четвертое – это финал. Полное или частичное согласование. Полное, когда клиенту все устраивает. Частично, если он заперся на какой-то непонятной фигне. Допустим. Я не могу принять решение, потому что я не вижу это в 3D. Покажите мне 3D. Да? Говорят клиенты, когда не могут планировку согласовать. Мы спрашиваем, что не нравится? Или что у вас вызывает вопросы? Он говорит, не-не-не, мне все нравится, но вот только я не пойму, у меня здесь стол или барную стойку сделать. И вот вы мне нарисовали даже локально это, но я не вижу. Надо вот думать. Ты говоришь, ничего страшного, давайте думать на следующем этапе. Давайте согласовывать с оговорками вот именно по этой части. Это проще, чем перескакивать эту часть, и потом вообще может все поменяться. Важно получить согласование, что все остальное принято, и мы работаем только с чем-то одним. Опять же, если потом опять что-то возникнет, вы уже вольны будете это внести как дополнительные изменения. Вносить это или не вносить, как мы знаем, это зависит от того, что нам важно. Отношение с клиентом или деньги, или репутация. То есть это уже мы опять к концепции своей работы идем. Все. А переход на следующую стадию, студию, стадию, идет после согласования арт-директора. Комментарии. Идут по трем составляющим всегда. Как объяснить любую идею клиента? Конструктив, красота и комфорт. У нас этот метод 3К называется. Можно найти аналоги, но нам понравилось три буквы К, потому что звучит твердо и убедительно. Метод 3К. Что это такое? Сразу интересно. А вот такой специальный метод. Хотя ничего необычного, это стандартная история. Конструктив. Насколько это уместно решение здесь? И сколько оно стоит, кстати? Целесообразно ли его использовать? Красота. Как оно эстетично? Да? Или нет? Комфорт. Насколько оно удобно? Функциональность. Это три составляющие. И мы не принимаем решения за клиента. То есть мы всегда даем возможность клиенту взвесить все за и против. И иногда красота идет в плюс, функциональность в минус. Иногда функциональность в плюс. Иногда конструктив, потому что мы это сделать не сможем, потому что это дорого. Ну то есть как бы мы не хотели, мы эту штуку не можем сделать. И давая анализ решения любого по этим составляющим, мы имеем возможность убрать вот это вот. Мне вообще не нравится, я не понимаю. Мы можем понять, что именно не нравится, и принять какое-то решение. То есть помните одну вещь. Работа клиента, у него уже есть работа. Его работа принимать решение. Просто надо это запомнить. И с этой мыслью идти на согласование клиенту. Так и можно спокойно сказать. Слушайте, мы сейчас долго будем обсуждать, но ваша работа записана в договоре. Клиент согласовывает и дает решение. То есть да или нет. А я предлагаю варианты. Моя работа предложить варианты, ваша работа сказать это или это. Поэтому это нормально. И люди это тоже понимают. Дальше. Зачем работать с директором? Поможешь сделать проект лучше. Посмотрим с другой стороны. Если глаз замылился, вот когда мы сидим, в одиночку делаем дизайн, кто-то говорит, я вот дизайнер сам, сам все должен делать. Глаз замыливается. Сам ты молок еще не видишь. Мы поэтому всегда работаем в баре. У меня есть архитектор тоже. Мы с ним работаем. Он мне показывает его проекты, которые он ведет. Я ему показываю мои проекты. Мы всегда обогащаем. Более того, каждый участник проекта имеет возможность внести какую-то свою лепту. То есть внести какую-то кейтцевую идею. Даже проектировщик может понять, сказать, что ребята, что-то вы тут нарисовали 3D-шку. Нет, так не получится. И все это проглядели. Это иногда делает проектировщик. Иногда визуализатор какой-то эффект поймал. Вот знаете, что сложно поймать в проектировании? Это отражение и свет. А визуализатор может поймать. Сказать, давайте тут запустим какое-то стекло специальное сделаем с отражением через воду. И будут такие зайчики в ванной. Вот как ты это поймешь? Да никогда ты об этом не придумаешь. Пока случайно этот эффект не поймаешь в 3D-шке. А получилось, что вот мы на фасаде на одном сделали специально такой противень. И туда солнце. Там южная сторона. Солнце постоянно падает и идет. И от этого противня получается на высокий потолок постоянно идут вот эти вот красивые-красивые каустик-эффекты. Это очень клево. И увидели случайно. И потом сделали. и это в жизни все работает. Очень круто. И опять же, для чего поможет арт-директор, то есть вы как главный руководитель, вы своих дизайнеров подтаскиваете, учите, учите. Пока учите, они будут с вами. Это к вопросу о мотивации и о людях, почему им быть с вами. Так, ну, давайте, тут уже, наверное, времени не будет. Такие особенности. Можете сфоткать, могу прислать потом детали. Это, собственно, по этапам. Это перечисление того же самого. Так, итого 20. В общем, презентацию эту тоже пришлю. Сейчас я отвечу на вопрос. Сколько у нас еще времени осталось? Пять минут? Десять. Окей. Либо отвечу на вопрос, либо сейчас пойдемте отдыхать. Значит, я за пользу всегда, чтобы вы не просто послушали. Наверное, кому-то интересно было. Интересно вам еще было? Ну, отлично. Вот. Кто-то уже обедать пошел. Ну, я же не знаю просто. Дополнительно, да, понятно, что за полтора часа там все не расскажу. У меня есть большой канал на ютубе. Заходите, там очень много знаете. Вот кто-то знает. Молодцы. Заходите, смотрите. Куча всего полезного, информативного, лекций разных выкладываю. У меня есть обучение дизайну с нуля. Ну, не знаю, здесь, наверное, дизайнер. Тут вам, может быть, не сильно актуально. Может быть, кому-то из ваших коллег потребуется, понадобится. Можете посоветовать. Я думаю, что моя сегодня речь сказала, да, о том, что у нас не все просто так достаточно системно. Кому актуальна студия? По строению студии дизайна обратитесь ко мне, подойдете, обсудим. Тоже могу помочь. И курс повышения квалификации для продвинутых дизайнеров. Как делать ТЗ, как делать авторский надзор, комплектацию, как туда подсоединять, как, в общем, с проекта на стадии реализации зарабатывать в два раза больше, чем на самом проекте. И, конечно же, стандарт профессии, последний пункт. Для того, чтобы это получить, вам, и плюс еще, вот вам подарок, полезная штука, адский авторский надзор, бесплатный мастер-класс. Там четыре видео. Я вам пришлю на почту, если кто-то еще не смотрел. Кто-то смотрел, проходил? Есть, да? Но вот кто не смотрел, не проходил, я вам пришлю на почту. Для этого вам нужно имя и почту на вот этот телефон, московский, смс-ку прям шлете, как вас зовут, и почту. Ну, можете написать «Красноярский», я буду знать, что вы отсюда. Я вам пришлю стандарт профессии, этот мастер-класс, и, в принципе, можем пообщаться там дальше с вами. Что еще? Вам не видно? 8903-576-17-00. Можете встать, если не видно. Теперь, если какие-то есть вопросы, готов ответить. У нас еще пять минут осталось. На любые вопросы, не обязательно по теме. Давайте. Вот вас какие волнуют. Ну, сложный вопрос, как в штате. У меня есть близкие люди, ближайшие ко мне. Это ведущие дизайнеры и менеджеры. Их у нас, нас всего 8 человек. При этом они вольны нанимать столько людей, сколько им нужно. То есть у меня боевая единица, это менеджер плюс дизайнер, которым я отдаю проект. У меня проект, допустим, заходит. Какая моя задача? У меня проект заходит за 3000 рублей за квадратный метр. Я им отдаю за полторы. Они должны сделать за полторы. Если они делают, я им еще накидываю 500 рублей. То есть я готов, моя рентабельность 30%. Если они сделали за 50%, я им даю бонусами 20%. Вот если не сделали, то значит получают только зарплаты. Поэтому, по сути, они заинтересованы в том, чтобы сделать это максимально эффективным образом. И здесь они уже сами вольны. Либо сами сделают вдвоем, дизайнер плюс менеджер. Либо нанимать кого-то. Я уже за этим не слежу. Так вот, они могут нанимать сколько людей, сколько надо. То есть вот когда мы делали, допустим, Москва-Сити, у нас было 25 человек. Мы взяли просто, ну, в момент. И система позволяет присоединить или убрать тех людей. Мне не надо им зарплату платить постоянно. В момент, когда мне нужно пиковую нагрузку делать. Мы полгода работали, у меня было в студии, 25 человек занимались только этим проектом. Но это серьезный проект, такой мощный, очень-очень, с большим количеством согласований, пересогласований, и всего остального. Там было так. То есть система позволяет плюсы-минусы сделать. А вот с кем мы на совещаниях, это вот руководители, так называемые. 8 человек у нас. Микрофон, если можно. Не слышу. Разбирается ли менеджер в дизайне? Обычно на должность менеджера хорошо идут начинающие дизайнеры, которые приходят, говорят, я вот хочу быть дизайнером, я вот только там институт закончил ее. Они думают, что они будут дизайнером, мы говорим, отлично, да, когда-нибудь ты будешь дизайнером, но вот давай начнем с управления. Хороший дизайнер хорошо управляет. И первым делом человеку надо научиться управлять. То есть ставить задачи и получать результат. То есть дизайн – это в первую очередь как организация. То есть творчество, естественно, должно быть, но творчество без организации оно бессмысленно, потому что мы можем сколько угодно по кругу ходить, как белка в колесе. А лучшие дизайнеры, кстати, могу статистику, у меня есть статистика, у меня очень много людей обучается. Лучшие дизайнеры, лучшие действительно, кто прям доходит до конца и действительно работать начинают, это, как ни странно, экономисты бывшие, юристы, бухгалтеры, вот идеальные дизайнеры. Потому что, причем чаще всего получается как, их родители, девушки в основном, их отправляют в какой-то престижный вуз, допустим, они всю жизнь потом занимаются не своей работой. Но в душе-то они дизайнеры, у них талант есть, но этот талант загублен. Так как талант у них есть, и у них есть, есть, да? Какие? Вот. Вот. Вам повезло, значит, у вас прям супер. Вот это самые лучшие дизайнеры. Самые худшие, из которых я видел, это непризнанные художники. Это прям вообще капец полный. Не важно, что они заканчивают, мархи там или не мархи, не важно, это в голове просто. Это просто, я художник, я так вижу. То есть, вот у меня муза не посетила, это просто, ну, я не знаю, как они, ну, как правило, у них в жизни все тоже очень сильно не в порядке. Ну, то есть, в целом, так смотришь на человека, системно нормально, да, и хаос не в порядке. И я это не сразу просек, но когда просек, мы стали быстренько от таких избавляться, и я вот на пушечный выстрел, не подхожу к таким. Ну, и они ко мне, соответственно, они меня тоже ненавидят, они считают, что дизайн, это ни в коем случае не система, это творчество, это вот, мы любим друг друга. Но, тем не менее, у нас есть результат, а вот таких художников с результатами, я, наверное, единицы гениев видел. Здрасте. Какое? А, так я самое главное не сказал, у нас все только дистанционное. У нас исключительно все дистанционное. Я говорю, у нас было три офиса, мы их все закрыли. Система, самый кайф-то в чем? Почему я вас приглашаю тоже, кто талантливый, приходите к нам на работу, если есть желание. У нас проект полторы тысячи стоит, и при этом еще бонусы даем, а у вас тысяча двести. Уже выгоднее получается. Вопрос соответствует. Вот, и у нас проектов много, интересные. Вот, но мы работаем в системе, поэтому первое, что нужно, это выучить систему. То есть, как с кем общаться? Мы работаем в команде. Первое, это в команде абсолютно необходимо иметь точки соприкосновения, истыковки между вашим коллегами. То есть, это очень важно. Это надо, ну, себя воспитать, это работает. То же самое обучение, у нас исключительно онлайн обучение, я два раза, я лично вообще все веду, то есть, это я все придумал, это у нас какие-то там кураторы или еще кто-то, я все придумал с начала до конца, я абсолютно все знаю, любой вопрос, который мне зададите, я сразу же на него дам ответ, абсолютно точно. я настолько в это погрузился, никто, наверное, так не изучил эту тему, я нон-стопом 10 лет это все изучал и придумывал, и по дизайну, и по системе. Вот, поэтому два раза в неделю, во вторник и в пятницу, за исключением вчерашнего дня, вчера я прогулял, но у меня по часу консультация, то есть, вы приходите в скайп, чат, наподобие, на вебинар, и мы разбираем все вопросы, которые у вас возникают. Лекции уже записаны заранее, и задания даны, то есть, работайте в удобном формате, проходите. Повышение квалификации один месяц, дизайн с нуля, 6-7 месяцев учения. Создание студии примерно год, потому что голову надо перестроить. создание студии, это в первую очередь работа с собой, рост себя, умение привлекать клиентов, умение систематизировать, это работа с головой, короче, в первую очередь. Как только в голове все встанет на места, все тут же будет получаться. Да? Совместные у нас авторства. У нас никто не парит по поводу авторства. То есть, мы пишем всегда в проектах, кто их делал. Пишем проект студии Станислава Орехова, участвовали. Там, такой-то, такой-то, визуализатор, такой-то, такой-то. У меня, допустим, мы делали в Магадане удаленно офис киноросс компании, золото добывающее. И там человек 20, наверное, было прямо в списках. Пожалуйста, все могут участвовать. А? Я ничего не слышу. Я понял. Это тоже у нас прописано. У нас, как вы понимаете, все прописано. В договоре, конечно, с сотрудником, естественно. Дизайнер может публиковать на своем сайте, но не может в интернете и на конкурсах. То есть мы публикуем в интернете и на конкурсах, но он может опубликовать у себя на сайте или там в инстаграме личном, не профессиональном, указав, что, естественно, что он это делал и указав всех остальных участников. То есть, ну, не только себя. Да, это у нас можно сделать, конечно. Но на конкурсы выкладывать нельзя. Потому что, ну, это неправильно будет, если мы, ну, во-первых, это просто может быть неправильно по отношению к клиенту. Потому что клиент скажет, что у меня в вашу работу непонятно у кого где вижу. Ну, просто у нас такие принципы. Но мы никогда не скрываем, только за. Ну что, все? Спасибо, поблагодарим, как вам понравилось. Спасибо. Спасибо.